Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами будем проводить регрессионный анализ программы Jamovi. Это бесплатная программа для статистического анализа, которую вы можете самостоятельно скачать на официальном сайте Jamovi и установить на свой компьютер. У нас будет несколько готовых баз данных для анализа. Первое, что мы будем с вами делать, это однофакторная линейная регрессия. Для того, чтобы открыть базу, мы кликнем Open, Rose-обзор и выберем нашу базу для однофакторной линейной регрессии, которая называется Pulse. Мы видим с вами базу данных, в которой подсчитано уже здесь внизу, вы можете посмотреть количество строк, 107 и все наши переменные. Данная таблица внешне напоминает нам интерфейс Excel, то есть сверху мы можем кликнуть на каждую переменную, посмотреть ее название, то есть это в нашем случае рост, описание ее это рост в сантиметрах, и мы видим, что это количественные переменные. Например, мы можем кликнуть сюда, вы видите, что это переменная gender, то есть пол, и то, что она номинальная. Мальчики, мужчины у нас единица, девочки, женщины у нас двойка. Далее у нас есть еще такой тип переменных, это переменные порядковые. Переменная у нас называется Exercise, обозначает она частоту упражнений, то есть у нас есть частота высокая единичка, средняя двойка, низкая тройка. Мы с вами попробуем провести однофакторную линейную регрессию, мы будем смотреть зависимую и независимую переменную. Зависимая в нашем случае будет вес, независимая рост. Мы будем с вами строить модель в зависимости веса от роста. Как вы знаете, условия применения линейной регрессии, первое это то, что зависимые и независимые переменные должны быть количественные. Данное условие у нас соблюдается, как рост в сантиметрах, так и вес в килограммах, это у нас количественные переменные. Следующее условие это зависимость между переменными, должна носить линейный характер. К сожалению, здесь в данной программе у нас нет отдельного, по умолчанию нет отдельного, скажем так, меню для графиков, то есть отдельного scatterplot мы построить с вами в этой программе не можем, но мы сможем с вами построить корреляционный матрикс. Для этого мы кликаем regression, correlation matrix и добавляем с вами наши переменные рост и вес. Вот здесь выходит табличка, в которой у нас по умолчанию рассчитывается коэффициент корреляции пирсона, также вы можете посчитать и спирмана при необходимости и также коэффициент корреляции кендалла. У нас больше интересует с вами scatterplot, сейчас мы с вами попробуем его нарисовать. Кликаем на correlation matrix и мы с вами видим, скажем так, такой матрикс, аналог scatterplot, то есть видите, точечный разброс всех наших наблюдений и мы видим, что здесь есть линия аппроксимации корреляционная, действительно связь между нашими переменными, ростом и весом у нас линейная, то есть условия линейности, линейной связи между нашими переменными, также соблюдено. Следующее, что нам необходимо проверить, это независимость наблюдений между собой и остатков. Проверяется это с помощью критерия Darwin-Watson, для этого мы заходим в регрессию, выбираем liner regression, то есть линейная регрессия. Наша зависимая переменная, это у нас вес, ковариата у нас рост. Видите, у нас сразу подсчитаны показатели для модели нашей однофакторной линейной регрессии, но нам, прежде всего, нужно проверить наши условия. Кликаем сюда, то есть Assumption Checks и проверяем наши условия. Автокоррелейшн тест, то есть тест Дарбина-Watson для проверки автокорреляции. Вы видите, значение Дарбина-Watson 1,91, что применимо. Вы знаете, что критерий Дарбина-Watson должен быть в проделах от единицы до тройки. Следующее, что мы должны с вами проверить, что остатки должны иметь нормальное распределение. Проверяется это графически, путем построения гистограмм, квантильных диаграмм, также с помощью критериев Калмогурова-Смирнова или Шапира-Уилка. В нашем, в нашей программе Джамо, и мы с вами можем посчитать критерии Шапира-Уилка и построить с вами квантильную диаграмму для остатков. Смотрим на нашу квантильную диаграмму, видим, что точки в основном лежат на нашей диагональной линии, но есть выбросы. Тем не менее, тест Шапира-Уилка у нас более чем 0,05. Соответственно, мы можем с вами сделать вывод о том, что распределение остатков у нас имеет характер нормальный, то есть нормальное распределение. Это условие также соблюдается. Ну и последнее условие, которое нам необходимо для проведения однофакторной линейной регрессии, это остатки должны иметь у нас одинаковый разброс на всем протяжении. Данное условие проверяется путем построения скатерограммы для наших остатков. Кликаем на Residual Plots, то есть график наш для остатков, и мы видим с вами, что точки в принципе в большинстве своем расположены на графике бессистемно, то есть мы не видим каких-то закономерностей. У нас есть выбросы как от нуля и вверх, так и вниз, примерно, ну почти на всем протяжении. То есть и условия гомоскедастичности для нашей модели линейной однофакторной регрессии также соблюдаются. Следующее, Model Fit. Здесь мы с вами видим, что у нас отмечен показатель корреляции R, коэффициент детерминации R². Ну и мы добавим сюда Overall Model Test, то есть мы оценим F распределением, в общем нашу модель. Кликаем сюда. Возвращаемся вверх к нашей первой табличке. Видим, что коэффициент корреляции для нашей модели 0,74. Есть у нас положительная корреляция, то есть с увеличением нашей независимой перемены. Увеличивается наша зависимая перемена, положительная связь. Коэффициент детерминации, по которому мы оцениваем предсказательную способность нашей модели, равен 0,55. То есть доля изменчивости зависимой переменной от нашей независимой составляет 55%. То есть 55% наблюдений мы можем объяснить долей изменения нашей зависимой переменной можем объяснить нашей независимой переменной. То есть в нашем случае ростом. Ну и это значимо менее 0,05 сотых наш с вами F-тест. Далее мы можем с вами посмотреть значение интерсепта и значение slope. То есть slope в нашем случае это вот это значение, intercept вот это. Мы можем с вами посмотреть также T-тест для нашей независимой переменной, то есть факторной переменной. И он равен нас P равно меньше чем 0,05 сотых. Как вы помните из нашей теоретической части лекции, это означает, что данная переменная статистически значимо влияет на изменения нашей зависимой переменной. В принципе провести линейную регрессию в данной программе не составляет никакого труда. Все что необходимо нам проверить, можно проверить в данной программе по умолчанию. Если у вас есть готовая какая-то собранная база данных и вы хотите проверить зависимость одной количественной переменной от другой, посмотреть, провести корреляционный анализ, регрессионный анализ, то можно это сделать здесь без проблем. Теперь мы с вами попробуем провести множественную линейную регрессию. Для этого мы с вами откроем другую базу данных, называется она XM Revision. Здесь мы с вами будем смотреть, как на нашу зависимую переменную Score, это баллы полученные на экзамене, количество переменной влияет на наши независимые переменные, это часы, количество переменной, часы, проведенные перед экзаменом для повторения, уровень тревожности, количество переменной, измеренные у студентов, и также A Points, это количество A баллов. Первое, что нам нужно для проведения множественной линейной регрессии, иметь независимые наблюдения. Действительно, у нас 20 независимых наблюдений, это отдельные студенты, это не парные сравнения, не до, после, не группы близнецов, поэтому это у нас с вами условие соблюдается. Следующее условие, это непрерывная зависимая переменная, мы видим, что Score у нас действительно непрерывная, количественная переменная. Теперь нам нужно проверить линейную связь между нашими переменными, то есть нашей зависимой переменной и нашими независимыми. Для этого мы опять должны сделать корреляционный матрикс, так как в этой программе у нас нет отдельного графика в ScatterPot, мы с вами будем проверять нашу переменную Score и наши независимые переменные будем включать по отдельности в нашу корреляционную матрикс. Первое, добавляем сюда часы, потраченные на подготовку. Действительно, мы видим с вами, что есть линейная связь. Затем мы уровень тревожности поставим с вами. С уровнем тревожности мы с вами видим, что линейная связь все-таки какая-то есть, но она очень-очень слабая, поэтому возможно, что эту переменную наш анализ включать не стоит. Затем добавим переменную APoints. Мы видим, что здесь действительно сильная линейная связь между нашими переменными есть. Затем переходим в меню Liner Regression. Множественная регрессия от однофактора не отличается лишь тем, что мы будем добавлять ковариат и все наши факторы. Но мы с вами посмотрели, что тревожность с вами лучше не добавлять, поэтому добавим только две переменные. Это APoints и Hours, часы. Следующее, что нам нужно проверить, это отсутствие мультиколлинеарности. То есть, когда сильно коррелируют между собой переменные, это может приводить к тому, что если между, например, часами и APoints, между ними будет сильная корреляция, это может привести к тому, что эти оба фактора будут плохо влиять на прогностическую способность нашей модели и делать нашу модель только хуже. Для этого у нас в Assumption Checks есть After Correlation Test и Collinearity Statistics. Очень важно здесь у нас с вами именно вот посмотреть Collinearity Statistics, показатель Tolerance и VAF. VAF показатель должен быть менее 10, показатель Tolerance у нас должен быть напротив более чем 0,1. То есть мы видим, что данное условие у нас соблюдается. Следующее условие это независимость остатков. И мы для этого должны с вами построить наш график остатков. Мы видим, что на этом графике точки у нас разбросаны бессистемно, и данное условие также соблюдается. Также нам нужно с вами проверить нормальное распределение остатков. Для этого у нас есть Shapiro и QQ plot. Вы видите, что точки примерно расположены на одной линии. Ну и также у нас с вами показатель Shapiro и QQ равен более, у нас π равен более чем 0,5. То есть мы можем сделать вывод о том, что наше распределение подчиняется нормальному. Данные условия мы с вами здесь проверили. И мы можем переходить к нашей модели. Здесь мы также, как и в однофакторной линейной модели, выберем F-Test для оценки нашей модели. И очень важно при оценке при множественной линейной регрессии выбрать Adjusted R. То есть это Adjusted коэффициент детерминации. Он очень важно его оценить. И в принципе мы можем переходить к нашей модели. Мы видим, что у нас коэффициент корреляции равен 0,912. Он очень высокий. То есть есть сильная корреляция. Коэффициент детерминации у нас равен 0,83. Скорректированный коэффициент детерминации равен 0,81. Если мы округлим. И это доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая нашими независимыми переменами. Это A-Points и Hours. То есть часы перед подготовкой. И значимость проверенная F-Test у нас менее 0,05. Меньше чем 0,05. Это статистически значимо. То есть мы можем сказать, что наша модель хорошо объясняет нашу зависимую перемену. То есть часы подготовки и A-Points, то есть баллы A, действительно могут помочь спрогнозировать нам нашу оценку, которую получит студент на экзамене. Также у нас тут есть показатель Intercept, показатель A-Points и Hours. То есть это наши коэффициенты в нашей модели. То есть если у нас там в однофакторной болтука один фактор, один коэффициент. У нас здесь два фактора, два коэффициента, проверенные T-тестом. Вы знаете, что самое главное смотреть коэффициент B1, B2 и так далее. То есть в нашем случае это у нас оба наших коэффициента меньше чем 0,05. То есть они оба статистически значимо влияют на нашу модель, то есть на то, как наша линия регрессии будет себя вести. В принципе, по множественной линейной регрессии мы с вами тоже пробежались. Последнее, о чем мы с вами остановимся, это логистическая регрессия. Логистическая регрессия уже более сложный метод. У нас есть база данных, в которой у нас имеется 400 наблюдений об абитуриентах, поступивших и не поступивших в магистратуру. Наша зависимая переменная логистическая регрессия всегда должна быть дихотомической, то есть иметь два уровня. В нашем случае уровень у нас нашей зависимой переменной 0 это не поступил, 1 это поступил и 3 независимые переменные, которые будут включены в модель. Это GRE, это у нас такой тест в США, GPA, количество переменной, и ранг присвоенный студенту, то есть какой-то ранг от 1 до 4. Здесь также важно остановиться на том, что у нас 3 фактора, и на каждый фактор должно быть минимум 30 наблюдений. Данное условие в нашем случае соблюдается, так как у нас достаточное количество наблюдений, наблюдений, то есть 400, достаточно для 3 факторов. Кликаем Regression, выбираем Logistic Regression to Outcomes, то есть у нас 2 исхода, поступил, не поступил. Admit это у нас наша зависимая переменная, кавариата, GRE и GPA, и Rank ставим Фактор. Reference Level у нас единица, то есть поступил для переменной Admit. Следующее условие, которое нам необходимо проверить, это отсутствие мультиколлинеарности. Кликаем Colinearity Test и видим у нас показатель VIF меньше 10, и Tolerance больше, чем 0,1, то есть условие данное соблюдается. Model Fit. Отличительная особенность, видите, что у акистической регрессии уже нет у нас ни коэффициентов корреляции, ни коэффициентов детерминации, так как наша зависимая переменная дихотомическая, поэтому здесь мы с вами выберем только Overall Model Test, то есть с помощью распределения этих квадрат проверим, насколько значимо наши факторы влияют на нашу зависимую переменную. Также у нас есть возможность выбрать псевдо-R квадрат, но останавливаться на псевдо-R квадрат мы не будем, потому что существуют различные виды этих псевдо-R квадратов и методы их расчета и их интерпретации. Интерпретация достаточно сложна, более подробно вы можете ознакомиться с этим в статье, приложенной к данному уроку по анализу акистической регрессии в СПСС. Также мы с вами посмотрим нашу предсказательную способность нашей модели, и поставим точность нашей модели, специфичность, чувствительность, рог-кривую, площадь под рог-кривой. Теперь мы можем интерпретировать результаты нашей логистической регрессии. Также мы можем выбрать таблицу классификации. Первое, что все наши факторы действительно статистически значимо влияют на нашу зависимую перемену, то есть при распределении х квадрат с 5 степенями свободы у нас значение π равно меньше чем 0,05, то есть статистически значимо. Каждый из наших факторов также статистически значим, то есть здесь коэффициенты для каждой нашей независимой переменной таблицы. Далее, предсказательная способность нашей модели, то есть predicted это предсказанное, observed это который мы наблюдаем, и видите здесь табличку, которую вы можете посмотреть, насколько корректно предсказывает наша модель, то есть сколько процентов корректно она предсказывает поступивших и не поступивших. Также вы можете посмотреть показатели точности. Точность или безошибность это относительная частота принятия безошибочных распределений, как в группу поступивших, так и в группу не поступивших. Также вы можете увидеть, что модель у нас низкоспецифичная, то есть специфичность у нее 0,236, специфичность это процентное выражение частоты только истинно. Высокочувствительная модель, то есть чувствительность это процентное выражение частоты только истинно положительных результатов. и вы можете увидеть АУК, это площадь под кривой то есть внизу вы видите рук кривую, красной линией она изображена, так вот чем больше площадь под нашей кривой то есть она когда стремится к единице например она будет равна больше чем 0.9 десятых, то такая модель будет обладать высокой прогностической ценностью, то есть будет очень хорошо прогнозировать поступит наш абитуриент или же нет, в нашем случае 0.69 сотых скажем так, модель среднего качества в принципе тоже не очень плохо может предсказать поступит наш абитуриент или нет, в зависимости от факторов, таких как GRI, GPA в принципе по логистической регрессии у меня все спасибо за внимание до свидания 0.1 0.70